привет друзья итак продолжение съемок работы ножом Viking N600 от компании Viking Nordway N685 нож был переточен на 36 градусов загустенец вроде как убирался наверное не до конца но бумагу режет сложно итак начинаем работу посмотрим насколько хватит его как удобно им работать ну и все остальные параметры сразу говорю что для такой работы нож не годится потому что при такой геометрии при таком строе ножа работает очень ограниченный участок режущей кромки конечно этот момент несколько недоработанный если выносить руку за стол за границы разделочной доски ну тогда работает практически весь участок режущей кромки что в принципе нормально крылья будут завтра в основном сегодня такая работа по разделке и нарезке мяса это куриное филе но пока нож режет нормально какие то есть незначительные замены ну я так понял что сталь здесь в принципе не особо агрессивная потому что ТО видно на этом заводе не особо хорошее ну посмотрим как дальше будет себя вести итак начинаем ну что могу сказать если компания Викинг Норгры собирается дальше продвигать эту модель на рынок нужно однозначно менять накладки на дерево либо на G10 потому что искусственная кость на руке тем более мокрой скользит по качеству реза переточка в любом случае добавила несколько плюсов к этому ножу но в целом 420 именно здесь по сравнению с 420 на другом ножу это конечно небо и земля но тем не менее можно режет пока теперь еще один момент это вот эти вот металлические претины стальные в принципе они здесь честно говоря на фиг не нужны они только утягощают нож и с казалось бы на такие скромные габариты нож весит 92 грамма то есть его можно чуть-чуть уменьшить весе поменять накладки и проследить за качеством стали и в принципе нож будет довольно таки рабочий удобный даже для моей руки не сказать что он неудобный удобный маленький юркий с этими моментами на которых я остановлюсь чуть подробнее в конце в заключительном своем видео то есть еще раз пройдемся по всем достойствам и недостаткам ну а пока я продолжаю работать честно говоря честно говоря я думал что нож будет работать хуже чем он сейчас работает но я ошибался нож прекрасно справляется со своей работой и нож достаточно удобный ну стар конечно здесь звезд с неба не хватает но в принципе как оказалось на довольно приличном уровне да Владимир я взял государственную уху и что то есть нож очень хорошо работает по мясу по разделке в общем интересный экземпляр можно так сказать итак продолжаем так и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Точился вот такими вот Точился он Венёвскими алмазами Сначала формировалась кромка Алмазом 100 на 80 Потом 50 на 40 Вот финишировал 7,5 Вот На этой стали Какой-то непонятный заусенец Который мне пришлось очень долго мучиться с ним Но вроде как убрал И то только на пасте Что ещё хочу сказать Конечно нож В принципе очень удобный для работы Никаких проблем в работе Его не возникает Единственное за минусом Вот это под искусственную кость накладки В сухой руке Они приятные на ощупь Нормально Но когда рука жирная или мокрая Рукоять скользкая Вот Режущая кромка после крыльев подсела Она здесь вот в этом участке блестит Вот в этом районе Вот Крылья я резал вот этой частью Более-менее которую Той частью режущей кромки Которая не была Ну как задействована в работе Ну в общем Вот такими результатами Мы подошли Нож ещё бумагу режет По продуктам По плёнкам Он ещё конечно Уже начинает затыкаться Хотя вы видите Бумагу режет без всяких проблем Ну нож Видно на режущей кромке Она блестит Дабы закончить полностью Посмотреть на что способен муравей Традиционно мы скрываем Банку Ну так как у меня банки Есть у меня есть только И в подоливах Ну тем не менее Почему-то как-то забываю Баночку И так начинаем Долго мы не будем Вот просто прорезаю Давлю Режущая кромка вскрыта Режущая кромка вскрыта Итак Визуально Да, если сбоку смотреть Кромочка замялась Да, на этой стороне Появился заусенец Да, она втыкается Ну что ж Я думаю Сталь Очень пластичная Особого Особого труда Восстановить Режущую кромку Просто на пасте Не составит Без Не прибегая к помощи Мусата Ну вот В принципе И все Попробуем Где-то здесь еще Не убрался Да, есть еще Замин В этой стороне Не убралось Сейчас попробуем Ошибся чуть-чуть Пасты Не хватает Не хватает Пасты Нет, не хватает Ну что ж Попробуем Пройтись на мусате Берем Даже на мусате Замин вроде как Убрался Но оказывается Здесь еще и присутствует Маленький скол На режущей кромке Хотя Нож Принял хорошую остроту Но Вот в этом месте Появился маленький скол Вот в этом И вот в этом Даже три скола Если вот так смотреть То есть режущая кромка Посыпалась Вот такой вот Нож Н685 От компании Викинг Нордвей Хотелось бы пожелать Викингам Чтобы они Чуть-чуть пересмотрели Дизайн этого ножа Это Сделали Темлячное отверстие Потому что Если Вот в таком чехле Это даже не чехол Это такое Это наверное как Просто место Для хранения ножа Вносить его здесь нельзя Он просто Отсюда он Выпадет Без усилий Если буду Что-то делать Чехол другой То есть нужно Темлячное отверстие Чтобы можно было Его вытащить Либо поменять Накладки На G10 Более цеплючий Какой-нибудь материал Или микарду Ну и сделать Я В принципе Не знаю Нужен вот этот Больстер Здесь Притин Или борстер Или не нужен Но по мне Так он в принципе И нет И не нужен То есть его можно Просто сделать Накладки И все На этом дело Закончилось Нож Весит 92 грамма 92 грамма Много это или не мало Это решать вам Но в принципе Нож Достоин Заслуживать Внимания Чтобы его К нему присмотрелись Посмотрели Пощупали В руках И решили Нужен он вам Или нет Ну в принципе Со своими задачами На пикниковом Каком-то этом Нож Справится хорошо Сейчас посмотрим Ну то есть Нож режет Без всяких проблем Спасибо большое За внимание Кто был со мной Ждите следующих Обзоров Ну к этому Ножу я советую Присмотреться Для любителей Сделать какую-нибудь Кастомизацию Можно его Купить Все это Демонтировать И поставить сюда Либо дерево Либо Ж10 Либо карбон То есть Здесь Поле деятельности Довольно-таки Обширное Всего доброго До свидания До новых встреч